Сборная России На этом уровне наша команда показала очень хороший футбол и обыграла команду первую, потом обыграла вторую. Вот теперь мы можем, так гипотетически можно говорить, что Бразилия сильнее, это сильнее, можно нарисовать какую-то картину, по каким компонентам они сильнее, побольше мастеров высокого уровня. Но футбол такая игра, куда вплетаются не только мастера, но и те, кто больше хочет, у кого выстроена командная игра. Поэтому я так не сказал. Вот на сегодняшний день мы играем в очень хороший футбол. Причем не просто добиваемся победы, а мы добиваемся по делу, проявляя хорошую физическую готовность, хорошее практическое понимание задач. И отсюда, на фоне всего того, что здесь происходит, мы одна из ведущих команд. И в нашем составе есть футболисты, которые могут соревноваться с другими игроками, которых мы очень много и постоянно. И много говорим. Вот я так эту ситуацию вижу. Я не могу сказать, как будет. Мне задали бы вопрос, с кем лучше играть. Я бы сказал, с Португалией, чем с Испанией. Это был мой следующий вопрос, да. А почему? Почему? Потому что есть, как мне видят, Рональда, ну и все остальные. И более-менее понятно, как выстраивать игру против Португалии. Как вы выбрали последнюю игру вчера? С Марокко. С Марокко. Но Марокко их по всем компонентам, и в плане взаимодействия, в плане реализации командных, востреблений, быстроты, у них не хватало Рональда в атаке. А так, как они должны были, если он был бы, например, то это бы обогатали. Поэтому здесь просто решать нашей команде задачи. А вот это против Испании, как очень тяжело, потому что не сложить для понимания футбола. Во-первых, они управляют процессом, у них больше положительных эмоций. Они создают себе запас сил с матча, потому что устает кто бегает больше без мяча. Ну и в конечном итоге они находят варианты, за счет поиска свободы в зон, находят варианты в атаке. И отсюда мне видится, что нам с ними будет сложнее играть. Но есть другие противоядия, есть хорошая функциональная готовность, какую показывают наши игроки, стремление выиграть эпизод и сыграть остро в контратакующих действиях. А если вернуться к матчу с Египтом, там вот это, если не было автогола и поставили бы пенальти в наши ворота, когда Кутепов заваливал то ли нападающего, то ли защитника египтян, вот тогда бы уже могла быть качельная игра? Или все равно бы сказался класс? Не, это, я честно говоря, ну мы так можем заблудиться. Так может быть, если бы было бы это, а если бы было, то не знаешь, что было бы вообще в этой жизни. Вот, этого не произошло. Мы видели, что в целом, в целом убираем результат, и вышли все за трибуны стадионы, и как эти игроки, как жалко, что они проиграли. Вот вчера, о чем мы сейчас говорили, ну как жалко вчера соперника, который проиграл Португалию. Ну такая же картина, и мы бы жалели, что мы были сильнее. Мы были сильнее, поэтому эффективности ради надо дать положительную оценку действий нашей команды, и сказать, что мы сильнее, и плюс еще, плюс сам вот этот момент, там, пофартило, но он, он этого тренера бы и так скажет. Он скажет, что ты неправильно занял позицию. Ты проиграл позицию. С этой стороны атаковать соперника в детской школе запрещают, а ты... Поэтому это и привело к голу. А так футбол и строится из больших и мелких ошибок. Отсюда одна команда выигрывает, другая проигрывает. Поэтому я отдаю должное нашей команде при всем, при всем при том. И как они играли против Салаха. Он не в нужной игровой форме для себя. Но мы делали все возможное, чтобы сыграть предельно правильно против него. И отсюда не дали ему возможности выйти на свой уровень. Преображение Дюбы вас удивило или нет? И вот неубедительная игра Смолова. Это может давление на него сказывать? То, что продажи в Европу много о этом говорят. Мы не будем в этом деле копаться. У каждого свое внутреннее состояние. В этом и исключается ситуация. Хороший артист, выходящий на сцену. Есть ли у него даже трагедия в семье? Но если ты вышел на сцену, ты должен выдать наготове то, о чем ни в коем случае не догадается зритель. Он выйдет и скажет, надо же, как он сыграл. А потом он узнает. И вдвойне будет благодарен этому. Также, если мы сейчас будем на каждый чих реагировать, там меня приглашает, меняет давление. Но это неправильно. Просто это, может быть, сейчас не Смолова день, не он сегодня в лучшем состоянии. И отдается приоритет Дзюбе. И надо сказать, что угадывается эта ситуация. Но важно, что Смолов в обойме. И так всегда бывает. Чернышев у нас не играл. И мы особо не говорили. Вдруг раздраж своего часа, он стреливает. И теперь мы забыли, что у нас есть другие футболисты. А потом есть обойма. Есть обойма, и она решает поставленные задачи. И у нас сейчас хорошая, я бы сказал, достаточно квалифицированная обойма. И в особенности, я так думаю, на перспективу. Значит, тогда Дзюба, получается, умеет работать под давлением, когда все против него, но вот же он ушел из зенита в тульский арсенал, чтобы попасть в сборную, его там доказывают всем. Ну, отдать ему тоже. Он же мог пойти по другому, по упрощенному пути. Он мог бы сейчас остаться в зените, рассказывать всем, как к нему несправедливо относятся. А он выбрал самый перспективный путь. Он себе сказал, что давай-ка начнем с нуля, с нулевой отметки. И будем всем, я прежде всего себе докажу, что я спортсмен, что я умею играть. И сделаю все возможное, чтобы доказать не только всем, но и себе, прежде всего. Поэтому он поехал, не знаю, на каких условиях. Он уехал из Стольного Града, поехал из Ленинграда, где все комфортно, где можно жить как король. А он поехал там, где можно просто играть. И честь ему и хвала. И всем доказал, и себе доказал, что я мастер, попробуйте. И так уже который раз он это делает. Не идет по наименьшему сопротивлению, а ищет себе трудные пути, и из них сам покарабкается. Сборная России есть? Для сборной России есть разница, где играть, в Сочи или в Москве? Там будет зависеть от того, какое место займем. Или без разницы? Ну, конечно, получше, наверное. Вообще футболистам практически без разницы. Только, может быть, там, плеватическое слое. Там, может быть, пожарче. Вот такие нюансы. Ну, побольше народу придет. Тут много в Москве своих людей, доброжелателей, родственников. Вот такие вещи. Здесь своя база. Новогорск. В общем, только в нюансах. А так, в принципе, футболист везде играет. Приехал из Москвы, поехал в Оренбург играть. И если он будет себе говорить, что я, ну, в Оренбурге не моя вотчина, здесь можно по-иному к себе отнестись. На таком уровне, куда сейчас наша сборная вышла, уже не играет никакой роли. Только для них играет погода, качество поля. Вот о чем мы будем играть. Какая жесткость этого травяного покровия. Быстрое поле, медленное. Вот такие вещи влияют. А все остальное. Последний вопрос. У сборной России потолок – это плей-офф 1-8, да? Или зависит от соперников, от жеребьев? Ну, теперь уже мы можем по-иному смотреть. Теперь уже можно, как вчера сыграло Португалию, можно рассчитывать и на иные завоевания. Поэтому… По мере, вы ставите задачи, наверное. Да, да, вот, да, скорее всего так. Скорее всего так. Своей игрой, сырой игрой они вселили в нас уверенность и надежду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!